Вонесим приговор 58-летнему жителю Приморского края, обвиняемому в совершении экологического преступления. В августе 2019 года в городе Уссурийске полицейские остановили автомобиль Toyota Ipsum. При осмотре в багажнике транспортного средства была обнаружена шкура животного. Ее перевозку и хранение осуществлял житель села Воздвиженка. Мужчина сообщил, что более 20 лет хранил шкуру леопарда и планировал продать ее. Противоправная деятельность гражданина была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Приморской полиции. Изъятую шкуру направили на исследование. Экспертиза установила, что она принадлежит особи под вида дальневосточный леопард, занесенного в Красную книгу и находящегося на грани вымирания. Охота на него запрещена. Смерть леопарда была насильственной и наступила вследствие двух огнестрельных ранений. Следователями следственной части, следственного управления, управления МВД России по Приморскому краю, в отношении Приморца было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью первой статьи 258 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это незаконная добыча, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации. В судебном заседании Приморец признал вину, в содеянном раскаялся. Уссурийский районный суд признал подсудимого виновным в совершении экологического преступления и назначил ему наказание в виде 250 часов обязательных работ.